У Meonix нет огромной линейки клавиатур. У них есть только одна клавиатура. И признаюсь честно, в 2018 году это единственная клавиатура, пока что, которая меня реально впечатлила. FUA. Большой выбор игровых девайсов. Эта клавиатура интересна не только тем, что сюда налепили желтых кнопочек, хотя и этим тоже. В отличие от многих конкурентов, да ладно, в отличие от всех конкурентов на нашем рынке, и эти парни официально продают свои кейкапы вот в таких вот коробочках. И эти кейкапы подходят под все раскладки, которые есть. Есть несколько цветов, вот такие вот розовые, типа пончик, вот такие вот мятные, типа мороженое, и вот такие вот желтые, как здесь, типа картошка фри. Кстати, вы можете налепить их на любые клавиатуры с черри-свечами. Даже если поставить обычные серые клавиши, с которыми вы покупаете клавиатуру, то все равно она выглядит нестандартно, потому что здесь подсветка не такая, как везде. Я сначала даже не понял, в чем дело, но потом допер, что здесь цвета нестандартные, здесь нет обычного красного или зеленого. Здесь вместо этого розовый, вот такой же мятный, в общем, подсветки и капов. И это реально круто, смотрится просто офигительно. Вы, конечно, можете там в софте, в пользовательском режиме сделать свою подсветку, там какую-то обычную красную поставить и так далее, но вот такую вот RGB-волну вы стандартно сделать не сможете. Она будет только такая, и мне это очень нравится. Сама клавиатура не отличается какими-то дополнительными элементами, да и слава богу, здесь все очень стандартно. Те самые длинные шифты, F на своем месте, все то же самое, но даже с серыми кнопками она выглядит интересно. Может быть, все дело в том, что здесь какие-то мелкие элементы сделаны прикольно. Например, вот Meonyx этот выдавленный, или вот этот вот Meonyx резиновый вообще, желтенький какой-то маленький. Почему он здесь непонятно, но все это в совокупности дает очень интересный внешний вид. Сделана она тоже на совесть. Например, вот здесь сверху алюминий, все остальное пластиковое, а снизу сплошная резина. Это вам не какие-то стыдные ножки. Тупо все дно резиновое. И это, ну это круто. Смотрите, как клавиатура офигенно держится на столе. Хрен ее чем сдвинешь, это просто гениально. Но есть, конечно, и минусы, потому что вот ножек-то здесь нет, и вы не сможете поменять высоту, если вам это нужно. Но мне, мне реально пофиг, потому что я никогда в жизни этим не пользовался. Здесь даже провод не такой, как у всех. Он, видите, закручен, как телефоны частично. Практической пользы я от этого, конечно, не увидел, но по идее из-за того, что сам провод вот такой жесткий и непослушный, то вот эта вот часть его смягчает, чтобы вы могли как-то его здесь разместить среди мониторов и так далее. Но для меня это не таким полезным оказалось. У диджеев наушники с такими проводами, походу, клавиатура диджеев. Переключатели здесь Cherry MX Red и только на других свечах клавиатуру эту найти нельзя. Просто их не бывает. Но меня это вообще не смущает, потому что я красные черри люблю. Они очень легкие, здесь сила нажатия 45 грамм, линейные, без щелчка, и контролировать с ними персонажа очень легко. Для игр эти свечи офигенно подходят. Здесь ресурс нажатий 50 миллионов, хватит, блин, на всю жизнь хватит. Здесь есть все те же функции, что и в других геймерских клавиатурах, но они немножечко по-другому реализованы. Например, ну кнопки для подсветки, это понятно, да, и вот кнопка для геймерского режима, которая блокирует кнопку Windows и комбинацию Alt-Tab, тоже сделали отдельной. И вы ее нажимаете, сразу эти кнопки подсвечиваются красным, как только вы отжимаете, они подсвечиваются ненадолго белым. Смотрите, вы нажали, да, потом пытаетесь нажать какую-то из этих кнопок, и сразу кнопочка с замочком сразу красной становится, смотрите. Если вам не нужно блокировать комбинацию Alt-Tab, но нужно заблокировать кнопку Windows, вы можете это сделать с помощью Fn плюс кнопка Windows, и тогда у вас кнопка Windows не будет работать, а Alt-Tab работает. Это круто. Дальше, разблокировать это можно только таким же способом, то есть кнопка с замочком не будет работать. Получается, если вы разблокировали, тогда да, кнопка Windows работает. Есть еще отдельные кнопки для мультимедиа, нам интересен только один аспект, смотрите, если нажимаем громкость больше, то громкость больше, если ниже, то ниже, а если ниже с Fn, то звук выключается. Короче, клавиатурой приятно пользоваться, на нее приятно взглянуть и даже просто приятно взять в руки. Здесь столько каких-то маленьких, вообще мелких моментов, которые очень сильно отличают ее от других клавиатур, и это сразу бросается в глаза. Плюс переключатели Cherry, которые очень надежные, которые реально знак качества, и которые мои любимые красные. Ну, одни из моих любимых. Конечно, клавиатура с такими характеристиками стоит дешево не будет, но, по крайней мере, она дешевле того же Razer. Пишите, что вы думаете обо всем этом, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если видео понравилось. Классных вам каток, и увидимся в следующих видео.